Музыка Подошло время ответов на ваши вопросы. Добрый день. Недавно выписалась из больницы с диагнозом коронавирус. Пролежала три недели. Дома хочу заняться лечебным дыханием. Если сможете, то сделайте видеоролик с таким упражнением. Очень надеюсь на вашу поддержку. Вот смотрите, здесь я бы посоветовал для восстановления легких. Это ту методику, по которой восстанавливался от туберкулеза. Когда он заболел в 9 лет тяжелейшей формы туберкулеза. И сказал ему врач, что согласно его наблюдениям врач опытный, старый. Что такие люди максимум 2 недельки проживут и все. И готовьте своему сыночку деревянный домик. Мама удивилась. Он же еще маленький, сам жить не может. А он ему ответил, гробик готовьте. И Караваев Виталий попал к пасечнику, который исцелил его с помощью того, что часто делали ингаляции с живицей. То есть шли в лес, живицу добывали, приходили, делали из нее отвар, настой и этим настоем дышали. А после опять шли в лес и пели. Для того, чтобы все это выходило лучше. А именно, смотрите, если у нас, вернемся к коронавирусе, что говорят врачи? Значит, коронавирус, как бы сказать, слегка там поражает легкие. Что-то там делает такое. То есть начальный этап он делает. Первейшее поражение это коронавирусом. А далее, далее, к этому поражению, вот, как бы сказать, ранка создалась, присоединяется инфекция. Вот эта вот инфекция уже и разрушает легкие, там, на 20, 40, 60 и прочее там процентов. Именно она, значит, коронавирус является затравкой, а дальше уже в дело вступает инфекция. Так вот, исходя из вот этих вот данных, можно поступать следующим образом, как поступал Караваев. Пасечник, который его лечил. Значит, просто-напросто вы можете, и это будет наиболее целесообразно, делать ингаляции. Именно ингаляции, направленные на легочную ткань. Какие? Допустим, можете найти живицу, то есть в аптеке там живица, вот эти вот живицу, вы там, допустим, ну, несколько капель, ну, пускай это 5, ну, 10 капель, каплите в кастрюльку с двумя литрами того же кипятка. Укутаетесь одеялом и сделаете ингаляцию. Попробуйте. По крайней мере, вначале попробуйте. Сделали ингаляцию, то есть вот эта вот ингаляция из живицы, она будет способствовать тому, что вот как раз вот эти эфирные масла, которые находятся в живице, они бактерицидны, то есть они начнут вести свою целительную работу по удалению разного рода бактерий внутри легких. А вот далее, далее желательно бы, желательно бы, желательно бы не подышать, а вот примерно в течение бы минут 15 какую-то такую песенку попеть, которая бы заставила легкие дребезжать для того, чтобы вот эта вот слизь, которая образовалась после того, как вот эти бактерии были убиты, она собралась и вышла из легких. И причем петь или издавать там звуки, такие как А, У, И, но желательно это, чтобы в какой-то такой вот мелодии. И мелодия должна быть, или песня там, должна быть такая, несколько бодренькая, но не марш, но что-то подобное. Эх, хорошо в стране советская жизнь. Эх, хорошо в стране любимым быть. То есть, чтобы все здесь дребезжало, чтобы эта слизь побыстрее подходила к бронхам и в виде кашля выводилась. То есть, вот там 15 минут, 20, пусть там полчаса вот так вот попить, для того, чтобы вот это вот вышло из вас. Как этот, значит, отхаркивающий момент этот произойдет, как бы сказать, процедура закончена. И таких процедур в течение дня делать 3-4. Смотрите, если вы вдруг не найдете живицу, как поступать? Вы можете просто-напросто наломать вот этих вот зелененьких веточек сосны, ели. Также запарить их и подышать. Можно подышать листьями эвкалипта, если у вас есть, продают для бани веники эвкалиптовые. Вот вы несколько листочков заварили, подышали. Дышать долго не надо. Достаточно минут 10-15, это 15, это уже максимум. Подышали. А после этого, вот, начинаете пение. Можно попробовать и подышать березовыми листочками. Там нежные такие фитонциды находятся. Березовыми листочками подышать. Также жеменьку этих листочков в кипяток в 2 литра. Накрылись и подышали. И обязательно сделать эту ингаляцию. А что дает пение? Пение, помимо того, что возникают вибрации здесь, которые способствуют лучшему отхождению слизи, они также способствуют и тому, что привлекают кровь. Там, где идет вибрация, как установили опять-таки врачи, от чего погибают люди при, значит, или после коронавирусной инфекции, это то, что кровь сворачивается. То есть, нарушается свертываемость крови. Поэтому вы, за счет вот этих вибраций, вы делаете лучшее поступление крови к легким. Вообще, во всем организме. То есть, у вас меньше будет вот этого сворачивания крови. И, естественно, хорошо бы пить такие легкие чаи травяные, которые способствуют разжижению крови. То есть, обязательно там должны быть горечи. Можете немножечко полыньки добавлять в чаю. То есть, обыкновенный чай, который вы любите, который продается, там, китайский, индийский, там, еще какой-то. Лучше всего, конечно, бы использовать это наш иван-чай. И туда немножечко добавить полынь. Очень хорошо добавить, допустим, ивовой коры, в которой содержится вот эта вот кислота солициловая, которая способствует разжижению крови. И также употребляете, чтобы вы примерно около литрика выпивали. То есть, чтобы вот в этом, допустим, чае, лучше всего, как я говорю, иван-чай, была присадка полыни, можно ромашки, можно, значит, сделать зверобоя, можно сделать коры и ивы. Все это вышли и нашли. То есть, небольшое количество горечи было, которое способствует этому разжижению. И вы довольно-таки быстренько восстановитесь от вот этого поражения легких. То есть, лично я бы поступал вот таким вот образом. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Доброго здоровья и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok